С вами сегодня рэпер Птаха, не блогер. Ларин, я буду сейчас смотреть твое видео. Посмотрим, что ты там умного сказал. Птаха, не надо меня убивать. Надеюсь, улицы меня услышат, она немножко пугает. Ларин, во-первых, я ни к чему никого не подстрекал. Это обвинение голословное. Я понимаю, вы блогера любите пухонавести, чтобы все, ой, запугать их там или настроить против кого-то. Сказав, что улицы, надеюсь, что улицы меня услышат, я не имел в виду, что кто-нибудь на улице вас поймает и побьет. Врагов у вас много и вполне возможно так и произойдет, но я имел в виду совсем другое. Я имел в виду, что люди, которые слушают рэп, настоящий рэп, то, что рэп действительно. Я надеюсь, что они услышат меня и как-то, не знаю, либо выскажутся в поддержку меня и со мной на одной волне, либо еще как-то прокомментируют. То есть ни в коем случае я не хотел, чтобы вас били, поэтому не надо сгущать краски. Вы никому не нужны в этом случае. Вас, мне кажется, бить глупо. И твой страх, он излишен. Не бойся, Ларин. Будет приятно, все будет хорошо. Что там дальше? Кстати, то, что ты болеешь гриппом, тебя заставили просто под пистолетом, наверное, записать целый блог, смонтировать его, посвященный мне. Мне приятно, честно. Я не ожидал. Ты хороший мальчик. Здрасте! Таракан, ну-ка, иди на место. Не позволительно ее, кроме в уважительной форме, использовать маму. Неважно, твоя это мама или чужая это мама. Также нельзя обращаться к девушкам. Если у меня есть девушка, и кто-нибудь из рэперов бы сказал, я твою девушку, я бы ему сломал бы. Не важно, какой он размер был, маленький, худой или большой. Я бы нашел, какими методами решить этот вопрос. Я не то, что боюсь, типа, сейчас придут бандиты ко мне в виде рэперов и проблемы какие-то получатся. Нет, потому что рэперы, если придут и что-то сделают, то проблемы будут именно у них. Вот смотрите, что касается угроз от рэперов. Допустим, это даже не угроза, то, что записал Давид, а подстрекательство. Почему-то вы позволяете, блогеры, позволяете себе говорить о людях все, что вы считаете нужным, в какой форме вы считаете нужным, делать все, что вы считаете нужным. Но как-то так сложилось, что есть еще другая сторона, которая считает, что они могут про вас говорить все, что считают нужным, как считают нужным и в какой форме. А вы, как только вам начинаешь в ответку что-то говорить, вы начинаете кричать, как вы призываете нас побить, вы призываете нас убить, вы оскорбили нас. Так, если вы говорите о чем-то, будьте готовы нести за это ответственность. Не в том смысле, что вас должны избить или убить, но в том, что вам ответят. Не обижайся, пожалуйста, Ларин, на рэперов, которые говорят, что они придут за твоей головой. Они это говорят метафорически. Я не думаю, что ты настолько действительно кому-то нужен, и уж хованский тем более, чтобы пришли за вашей головой. Не наводи панику, не паникуй, попей чай, успокойся, все будет хорошо, никто тебя не побьет. Вот, из рэперов точно. Из рэперов несколько человек, которые могут приехать, но они к тебе не поедут. Ты им не интересен. Знаете, вот Ленона убил сумасшедший. Чем больше их, соответственно, тем больше вероятность того, что найдется сумасшедший. Ларин, ты не Ленон. Ты просто блогер. Очнись. Не переживай, никто тебя не убьет. Что ты паникай так, взрослый мужик? Что ты такой трусливый-то? Приходите ко мне, ребят. У меня тут есть ствол, я с ним вошел. У меня газовые балансики, но даже не в том дело. Не надо, потому что, если это произойдет, русский рэп себя дискредитирует полностью. Слушай, в твоем баттле с Юрцом, с Юриком, как мы называем Юриком, я был на твоей стороне, на самом деле, негласно, но мне больше нравилось то, что делаешь ты, потому что ты менее грязный чувак, и в твоем как-то, в твоем, ну, в тебе нету вот этой вот такой совсем грязи. Ларин, ты не понял мои слова изначально, вот, и говорил кучу ерунды о том, что тебя угрожают, тебя пытаются убить, тебя хотят заказать. А-а-а! Вот, нет, я не так к тебе относился, просто я тебя и, в принципе, этого, как его, Хованского, Юрика нашего, в один ряд поставил, потому что вы блогеры в рэпе, вот, и почему-то ты ответил мне, не Хованский, Хованский написал, что он рэпер все-таки. Не люблю «Версис», потому что там растет поколение даунов, которые считают, ну, которых нет никакой самооценки, нет никакого, наверное, какого-то мужского стержня, так сказать, и которые не ценят слово «семья», родители, друзья, любовь и так далее. Я поддерживаю «Версис» в площадках, например, как «СТ» с «Оксимироном», или там, например, «Оксимирон» с «Джонни Боем». Это те... Да, да, я смотрю баттлы такие, ну, серьезные, вот это все проходящее вот эту фигню, я не смотрю, мне неинтересно. Я знаю, что есть у людей конфликт, и они приходят туда решать этот конфликт. Мне это интересно смотреть, потому что я знаю, что этот баттл основан на конфликте, на действительно каких-то фактах с людьми. Они просто вышли, кто кого круче обосвет. Это разные вещи. Это как дуэль. И вообще, о чем мне проблемы-то создавать? У меня вон мопсик есть. Смотри, какой хороший. Разве ничтожество, я моральная тварь? Аморальный человек, как ты сказал, может иметь мопсика. Ты что? Мопсика надо содержать. Ларин, иметь мопсика не надо. Это неправильно. Это же, посмотри, милое существо. Мы даже с ним чем-то похожи. Рэп должен быть разным, но мы поняли, что есть и рэп-камеди. То есть, люди, которые... Где вы нашли понимание рэп-камеди? Я вот не понимаю. Что за рэп-камеди? С 96-го года говорю с рэпи. Я вот первый раз от тебя слышу понимание рэп-камеди. Кто рэп-камеди? Зачем вы придумываете стиль рэпа, которого не существует? Рэп-камеди, б***ь. Это как гей-рэп, б***ь. Ну, то есть, как бы, это как гей-шансон. Понимаешь? Это то же самое. Вы не рэперы и ваш стиль не рэп-камеди. Вы блогеры, которые пытаются делать рэп. Непонятно зачем. Вы бы лучше спели круто. Вот тут бы я бы сказал. Молодцы. Или написали что-нибудь действительно такое, чтобы все сказали. Блин, они не какие-то там два блогера. Они действительно у парней есть что-то моральное, душевное. Вы бы своих же зрителей, этих подписчиков направили бы в нужное русло. Вы строите так же, как и мы. Будущее этой страны. Поколение растет на нас, смотрит на нас и копирует нас и вас так же. Что? Вы хотите, чтобы они были, как ты хочешь, чтобы они были, как Хованский или как ты. Я не хочу, честно, чтобы они занимались вот этим. Я хочу, чтобы они учились, работали и поднимали эту страну. Почему, кстати, никто не вспомнил Джарахова? Кстати, по поводу Джарахова. Я его не видел, честно. Я вчера он написал, пару дней он писал в твиттере. Я ему вчера говорил, мам, алой, отстань. Он маленький мальчик. Я такой, здоровый дядька, буду на маленького мальчика что-то там гнать. Он как бы, я, честно говоря, даже, я видел какой-то видос там один, он там что-то в бассейне плавает. Но я, честно говоря, думал, что это какой-то рэпер с Версуса. А он был популярнее значительно раньше песни про говно, про *** им, про ***. То есть, человек как-то постоянно... Ты реально думаешь, что чувак, который говорит, что он ***? Я не знаю, ты так сказал. Ты реально думаешь, что мы можем кто-то всерьез после этого воспринимать? Это вряд ли. Версус. Это и есть ядро и причина всей вот этой фигни, всей вот этой гадости, вот этого вот поноса, словесного гнилья, который льется просто фонтаном, оттуда, просто вот так вот. Просто машина для создания *** дебилов. Там 2-3 человек нормальные, остальные просто конченные. В принципе, могу любому в лицо сказать и обосновать. Кстати, Нойз МС заблокировал клип Хованского, диск на него. Я думаю, что в этом есть смысл. Это не та история, где один блогер... Еще раз повторюсь, на месте Нойза был выбор либо блокировать клип, либо ***, Юрца. А Юрец сказал, что он будет писать заявление, что он призывал немагию писать заявление на Васю. Выбор остался, как понятен, один. Блокировать клип. Юрик сам виноват. Ну вот и все. Я посмотрел. Подведу итог. Ларин, бить тебя никто не собирается. Да и Хованского бить не стоит. Мы, взрослое поколение, частично нечем ответственность за следующее. Если после нас вырастут дебилы, на которых нет ничего святого, нет понимания, что такое семья, что такое дружба, любовь, уважение, то мы от этого тоже пострадаем, поверь мне. Завязывай с рэпом. Вот мы тебе просто, как тебе сказать, просто не то, что совет. Советы, как бы, дают, когда их спрашивают. Наверное, наверное, мое пожелание, лучше бы ты с этим завязывал, делал бы свои блоги, блоги. Вот. Так же и Хованского советую. Юрик, Юрик, завязывай. Ты как гребень выглядишь. Лучше завязывай это дело. Иди, делай свои блоги, там, шаурмишку там, или что ты там хаваешь, пивко, шурма и так далее. И ты 27 выглядишь как 52. Я тебе говорю, ты бухай, тоже завязывай. стоит. А то НОС опять тебе лещей надает. В принципе, мира всем, кто меня смотрел. Любви, удачи, добра, всего самого хорошего. И дай бог, чтобы в мире был мир, а в рэпе был рэп. Всем пока. О-о-о. Ну ладно. Короче, видишь, у меня тут две собаки аж целые. тюлень и таракан. Вот. Разве может быть плохой человек с двумя собаками? тюлень и тюлень и тюлень и тюлень.